Возвращаемся к итогам. Маркировка меховых изделий в России стала обязательной. Теперь на каждой шубе должен быть специальный чип. Именно он гарантирует, что ввезли ее на территорию края законно. Зачем еще шубам нужны акцизные марки и что важно знать покупателям? Разбираемся в теме. Вот этот код вбивается вручную. И полностью вся информация. Вот такие акцизные марки теперь должны быть на каждой шубе. Красная маркировка значит, что перед вами заграничная красавица. Зеленый цвет акциза указывает на то, что шубка сделана в России из отечественного сырья. В одном из меховых салонов нам рассказывают, что готовились к введению новой системы смарта. До получения чипа нужно пройти долгий путь регистрации в специальной системе. Дело в том, что нужно правильно занести в систему маркировки, которую ты получаешь в личный кабинет, доступ в личный кабинет на сайте налоговой. И достоверно внести всю информацию. Вплоть до длины изделия, размера, даже форма бородника, рукава. И полностью описать все нужные изделия. И на основании уже документов, которые есть у нас, и сертификаты, получить уже определенный этот чип. Правда, в магазине говорят, даже заполнив все документы, ждать заветный чип приходится долго. Выпускает акцизы на шубы единственное кредитованное должным образом предприятие «Гоззнак». И вот, как говорят предприниматели, от момента заказа до получения акцизной марки проходит месяц. «Гоззнак» не успевает выполнить все заявки. А сейчас их просто вал. Самый сезон. Зима близко. Если маркировок на изделии нет, то оно, по сути, приравнивается к контрафакту. Ну, а самые продвинутые пользователи могут скачать приложение на свой телефон. Оно так называется «Проверка товара». Ну, а дальше все просто. Открываем это приложение на телефоне. Подносим экран к QR-коду, который на бирке. Он считывает его довольно быстро. Ну, и вот буквально через секунду вся информация о товаре на вашем экране. Какая-то шуба, размер шубы, какой мех, длина товара. В общем, все. Можно даже не обращаться к консультантам, посмотреть, походить самостоятельно. Со скрытой камерой отправляемся на один из рынков города. Прицениться и посмотреть, успели ли там идентифицировать шубы. На удивление, на всех моделях висят российские акцизные марки. Правда, уверяют, что шубы ввезены из Греции. Продавцы расхваливают товар, только успевая мерить. И заодно уговаривают прикупить обновку побыстрее. Скоро цены поползут вверх. Причем стоимость обещают поднять сразу на 30%. Продавцы говорят, во всем виновата именно новая система чипирования. Вы правильно обратили внимание на акцизы, да, они есть, но пока цены еще по старым. То есть акцизы как-то повлияют на сталь, а то проценты влияют. Ну, проценты, проценты, да. Они что-то больше. Ну, они дорогие. Бумажка сама недорогая, но это все идет через таможню. Это совсем дорогая кошка должна быть. И правда, на ценнике у шубы сразу две стоимости. Причем одна выше сразу тысяч на 20. Хотя это как раз может быть прекрасной психологической уловкой для дам падких на меха. Хотя стоимость акцизных марок от 15 до 22 рублей. И по мнению структур, отвечающих за реализацию этого проекта, разговоры о росте цен на меховые изделия и замаркировки являются спекуляцией тех продавцов, которые ввозили товар незаконно, без уплаты налогов. Ведь главная цель такого нововведения – борьба с контрафактным мехом. Черный рынок огромный, и все это нужно вывести из тени. Он, во-первых, гарантирует вам покупку сертифицированного товара, который прошел регистрацию везде. Что это не контрабанда, ввезенная к нам через границу, шитая где-то там в китайском подвале. Речь идет о том, что будет возиться и реализовываться только легальный товар. Соответственно, он будет отвечать всем качествам продукции, которая вам нужна. Следить за тем, чтобы все шубы были прочупированы, рос потребный отзор. Наказание за отсутствие акцизов на меховых изделиях довольно серьезное, вплоть до уголовной ответственности. Участников мехового рынка мы проверяем в настоящий момент на основании обращений граждан. На сегодняшний момент мы уже провели три внеплановых выездных проверки в отношении продавцов меховых изделий. Установлены нарушения, уже возбуждены дела по части 2 статьи 15.12 КОАП РФ РФ именно за отсутствие надлежащей маркировки, то есть отсутствие контрольных идентификационных знаков. На Красноярской таможне уже задерживали партию шуб без соответствующей маркировки, но бизнесмены довольно быстро обзавелись необходимыми документами и приобрели акцизы. Так что если вдруг увидите шубу без чипов, знайте, что она проскочила к нам еще до введения новых правил. И вряд ли кто-то сможет доказать, что ввезли ее сюда легально. Это был наш заключительный сюжет. На этом мы прощаемся с вами на неделю. Всего доброго и до встречи.